МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске пошлины, тонировка автомобилей, безвизовые поездки граждан Южной Осетии и Абхазии. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании депутаты парламента страны. Экспериментальный пуск. Опробованы новые очистные сооружения в Сухуми. Президент Абхазии наделяется правом устанавливать безвизовый режим. Такое решение приняли депутаты Народного собрания, проголосовав за внесение изменений в закон о правовом положении иностранных граждан. Рассмотрение вопроса о вотуме недоверия премьер-министру перенесено на следующее заседание. Рината Шакая расскажет подробности. Первый вопрос, включенный в повестку дня заседания сессии парламента, объявление вотума недоверия премьер-министру Артуру Миквабе. По просьбе самого докладчика депутата Алмаса Джапуа вопрос был перенесен на следующую сессию парламента. По его словам, появилась дополнительная информация, которую нужно изучить и дополнить ею текст постановления. По словам Алмаса Джапуа, некоторые министерства не реагируют на депутатские запросы, поступающие в кабинет министров. В связи с этим Алмас Джапуа выразил надежду, что генеральная прокуратура примет соответствующие меры. Все сроки пройдены, порядка 6-7 депутатских запросов игнорировано в полном объеме. Поэтому думаю, что ответственность должна наступить, плюс все-таки информация должна попасть в парламент. При этом премьер-министр Артур Миквабе попросил ознакомить его с перечнем предъявляемых претензий по работе кабинета министров и прокомментировал постановление парламента об объявлении ему вотума недоверия. «Сказали, что есть какие-то еще новые обстоятельства. На самом деле, я не знаю, к сожалению, я не знаю и старые обстоятельства. Потому что нам никто не дал никакого документа. На самом деле, это нарушение прав любого человека, тем более меня, представителя правительства. Я не знаю, какие выдвигаются и какие основания ставить так вопросы, будоражить нашу общественность. Хочу вам прямо заявить. Правительству нашему есть чем гордиться. Мы многого достигли и продолжаем дальше работать. Мы занимаемся реформами. Реформа очень сложная тема. Конечно, она вызывает неоднозначную реакцию у многих, и в том числе у тех сил, которые в это не нравится, что проходит реформа. Конечно, реформы не могут проходить без ошибок, не могут проходить без упущений, потому что накопившиеся проблемы достаточно глубокие. Без обсуждения во втором окончательном чтении был принят проект о внесении изменений в закон страны о государственной пошлине. Также во втором окончательном чтении принят закон о ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством Южной Осетии, о взаимных безвизовых поездках граждан Абхазии и граждан Южной Осетии. Бурным обсуждением обернулся законопроект о внесении изменений в кодекс страны об административных правонарушениях, а именно о нормах внешнего вида отдыхающих в общественных местах. Законопроект, представленный докладчиком-депутатом Тимуром Гуле, был перенят в первом чтении, но работа над ним продолжится. Многие отдыхающие у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то свой внешний вид обращать внимание необязательно. И позволяют себе ходить в купальниках не только на пряжах или местах, подведенных в документах, но и в общественных местах. Мужчины ходят просто в шортах с обнуженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения. Так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах. Считаю необходимым внести в кодекс об административных правонарушения дополнение, запрощающий гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетым неподобающим образом. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что при всем согласии с мотивацией законопроекта с подобным явлением целесообразно бороться другими методами. Проводить пропагандистскую работу, устанавливать информационные щиты, распространять буклеты с правилами поведения. По мнению генерального прокурора страны Алексея Ломя, законопроект требует доработки, так как есть большая вероятность, что эти изменения в кодексе об административных правонарушениях могут дать обратный эффект и спровоцировать коррупционные действия со стороны правоохранительных органов. К сожалению, вынуждены констатировать, что нормы, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях, зачастую используются сотрудниками правоохранительных органов для обогащения. Будем правду говорить, как оно есть, это я говорю сейчас о правилах дорожного движения. Не будет ли эта норма еще одним рычагом для того, чтобы создать какую-то коррупционную составляющую? Законопроект о степени тонировки стекол в атотранспортных средствах принят в окончательном чтении. Но при этом вопрос не обошелся без бурного обсуждения. Представляя законопроект, депутат Алмаз-Жапу отметил, что в законопроекте установлены определенные параметры тонировки стекол, светопропускание которых для ветрового лобового стекла должно быть не менее 75%, для прочих стекол не менее 35%. Размер затемняющих полос в области ветрового лобового стекла не должен превышать 10 сантиметров. Наглухо тонировать автомобиль нельзя, лобовое стекло тонировать в нашем понимании тоже нельзя, потому что это мешает обзорности. Но существование некоего процента, позволяющего в должной мере наблюдать за дорожной ситуацией, и при этом не мешающего вождения, оберегающего от солнца, я думаю, должен существовать. О внесении, изменив закон страны о правовом положении иностранных граждан в стране, представил докладчик Бижан Убири. Жизнь, что выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазии, родившимся на территории Абхазской АССР и постоянно проживающему на территории Республики Абхазии с 12 октября 1999 года не менее 10 лет. Членам его семьи, мат, отец, супруг, несовершеннолетние дети по личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору спериммиграции. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что президент поддерживает данный законопроект в том, что визовый режим должен быть гибкий, но при этом виза должна быть разграничена по категориям. В частности, где говорится о выдаче вида на жительство странным гражданам, вот это понятие в соответствии с законом о правом положении странным гражданам также включается и в лицах без гражданства. Те, которые родились и проживают не менее 10 лет на территории Республики Абхазии, позволят выдать документы, позволяющие законно проживать и проживать на территории Республики Абхазии. В свою очередь депутат Юрий Зуба предложил не спешить с принятием данных поправок, так как и они требуют доработки, но проект был принят в первом чтении. Рина Ташакая, Роберт Ломи, Астамур Гошба, Абхазская телевидение. В рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте в Министерстве экономики создана рабочая группа, которая разрабатывает механизмы реализации стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Состоялось первое заседание рабочей группы. Для выработки конкретных действий по восстановлению экономики Абхазии анализируется статистическая информация и проводится опрос участников экономического процесса, представителей центральных органов управления, бизнес-сообщества. Пошаговый план реализации стратегии социально-экономического развития рабочая группа должна подготовить в течение трех месяцев. После чего программа будет вынесена на суд общественности. Рабочая группа в стадии формирования. В нее войдут представители ТПП, крупного и среднего бизнеса республики, представители органов государственной власти и управления, российские эксперты. Координирует работу Совета по экономическому развитию и реформам при президенте министр экономики Абхазии Адгур Ардзенба. Рабочая группа – это тот орган, который будет непосредственно заниматься исполнением поставленных задач по разработке программы развития. В эту рабочую группу включены представители компаний московской, также и представители министерства экономики и других заинтересованных ведомств. Данная программа нацелена на то, чтобы у правительства Абхазии, у руководства Абхазии была так называемая дорожная карта действий, которая позволит проводить соответствующие реформы, заложенные в стратегии социально-экономического развития до 2025 года. Наша сейчас задача – сделать изменения структурные, в которых нуждается Абхазия, чтобы привлеченные уже средства, они были эффективно распределены, эффективно использованы. То есть была отдача вот этих, даже от каждого рубля, вложенного в экономику Абхазии, зарубежный инвестор или внутренний инвестор, он был уверен в том, что бизнес его, например, или дело, будет эффективно работать. То есть наша задача сейчас – вот этот сценарий расписать, что нам нужно сделать. Если мы завтра найдем миллиард долларов, привезем сюда, в Абхазию, мы не спасем страну от этого. Мы должны знать, как эти деньги использовать. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал президент Ураулю Хаджимба об итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию, а также о результатах женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. На встречах в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Григорием Карасиным обсуждались практические механизмы упрощенного приобретения российского гражданства для жителей Абхазии, сообщил министр. Он добавил, что процедура согласований по этим вопросам достаточно непроста, но старт данному процессу уже дан. Другой темой встречи в МИД России было облегчение режима пересечения Абхазо-Российской границы. Министр иностранных дел сообщил президенту об итогах очередного раунда женевских дискуссий. Республиканская общественная организация Кераза выступила с заявлением, в котором выражается несогласие с действиями по дискредитации идеи референдума. По мнению руководителя общественной организации Дмитрия Дбар, необходимо учитывать мнение и тех граждан, которые уже подписались под требованием о проведении пребисцита по вопросу о досрочных президентских выборах. Наша организация на днях сделала заявление по поводу референдума. Нас обеспокоил тот факт, что государственные СМИ показывают людям о том, что референдум нельзя проводить, но не учитывают мнение 16 тысяч человек, которые за референдум. Как нам известно, на проведение референдума нужно 8 миллионов рублей. И эта сумма на сегодняшний день немаленькая для Республики Абхазия. Как сказали некоторые научные деятели и руководители разных организаций, то, что можно было на эту сумму построить и общежитие. Никто не мешает государству помогать и благотворительным фондам, и строить общежитие. Но на 8 миллионов рублей какое общежитие построишь? Все же мы понимаем, что это не та сумма, о чем можно вести столько речи. Недавно мы смотрели комментарии по поводу референдума писателя Геннадия Аламия, который является представителем нашей интеллигенции. Он высказался там такими фразами, что нужно выслать людей, которые играют в политику, на какой-то остров, и пусть построят там сцену, и пусть там играют свою политику. Я убежден, что высказываться публично по отношению к нашим гражданам, которые за проведение референдума таким путем никто не имеет права. Море станет чище. Масштабное строительство очистного сооружения в селе Ишера начали в 2010 году. Его функции для побережья курортного города – необходимость, ведь неочищенные канализационные стоки сливаются в море по трубе. Работы на территории полностью завершены. С подробностями Сарьесмар. Со всего города канализационные стоки будут поступать сюда, на очистные сооружения. Здесь они пройдут несколько этапов биологической обработки, и только после этого уже очищенная вода поступает в открытое море. На территории более 12 гектаров расположены 15 объектов. Административные здания, лабораторные, хлораторные, генераторные, мастерские и три резервуара, которые способны принимать 30 тысяч кубов воды в сутки. По словам начальника коммунального управления города Сухуми Лены Отепиной, сооружения выполнены по европейским стандартам качества и способны выдержать даже 9-ти бальное землетрясение. В период изысканий вскрылись подземные воды на глубине от 3 до 8 метров, поэтому решено было укрепить строящиеся объекты сваями, что и увеличило первично заложенную сумму расходов. Общая стоимость завершенного проекта – более 600 миллионов рублей. Здесь немножко трудности с электроснабжением. Когда отключается электроэнергия, мы не можем остановить, то есть у нас сразу приходится включать генераторы, это дополнительный расход. Приходится вот за этим следить, контролировать. Сам проект составлял где-то около 800 миллионов. Тендер выиграла турецкая компания. Снижение было очень большое. То есть сумма проекта составила 606 миллионов. Это строительство этого объекта. Вообще затрачено было 609, потому что еще сопутствующие работы. Надо было сюда водоснабжение довести, электроснабжение также. Это дополнительные опоры освещения. В этих трех больших бассейнах содержатся полезные бактерии, перерабатывающие канализационную воду. К удивлению специалистов, в составе сухумских канализационных вод оказываются хозяйственные отходы. Одежда, матрасы, посуда и прочее. При переработке на очистных сооружениях стоки будут проходить сортировку, а именно четыре стадии очистки. Отсеивание мусора, очищение от масел и жиров, очищение в бассейне бактериями и обработка хлором. Очищенная бактериями канализационная вода уже даже после первичной обработки практически прозрачная жидкость. После дальнейшего очищения она и вовсе будет бесцветной. В первом этапе вода проходит через все четыре решетки, очищаются от крупных фракций, от песка и от масел. Все, там его функция. Оттуда вода поступает сюда. Что здесь делается? Вот здесь мы разводим бактерии, для которых питанием является среда канализационная. Полученную таким образом технически чистую воду можно применять в выросительной системе. Но в связи с тем, что у нас недостатка в воде нет, очищенную воду просто будут сливать в море. Сария Смырбислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Специалисты госкомпании Черноморэнерго с 7 апреля приступят к ремонтным работам на высоковольтной линии подстанции Адзябш, питающей электроэнергией Гагру и Гагрский район. Провода и цепная арматур на линии будут заменены предположительно в течение этого месяца. На время проведения ремонтных работ на линии будет введен график отключений раз в неделю с 10 часов утра до 5 часов вечера. Временные неудобства не коснутся жителей района, получающих электроэнергию от подстанции Аллахадзе и Пицунда. Замена сети на линии Адзябш в дальнейшем позволит избежать аварийных отключений. Ежегодная нагрузка увеличена примерно на 5%, а линии, построенные где-то лет 60 назад подстанции, примерно 40-45 лет назад, значит пропускная способность линии и подстанции не соответствует сегодняшней нагрузке. На протяжении последних 2,5 лет мы поменяли 14 километров линий, сделали капитальный ремонт, что соответствует сегодняшней пропускной способности. На некоторых подстанциях мы установили рассматривание дополнительно, то есть существенно увеличив мощность установленную, то есть почти полтора раза. Например, подстанцию Гагра-1 мы поставили трансформатор 25 мегаватт, увеличив ее мощность до 35. По станции Гагра-1 мы поставили трансформатор 10 мегаватт, увеличив ее с 6 до 16 мегаватт, то есть что соответствует сегодняшней нагрузке. Начались гастроли в Абхазии Академического ансамбля народного танца Адыгей Нальмес. В октябре этого года исполняется 80 лет со дня основания ансамбля. И свой юбилейный тур Нальмес начал с концертов в городах Абхазии, в Сухуме, Ачамчире, Тхуарчале, Гудаути и поселке Мачара Гулрыбшского района. Старинным народным адыгским танцем открыл концертную программу ансамбль Нальмес в Абхазской филармонии. В репертуаре ансамбля исключительно адыгские танцы под адыгскую музыку, а также два абхазских танца братского народа, отмечают руководители коллектива. Последний раз Нальмес приезжал в республику 23 года назад на празднование первой годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи создан в 1936 году. В октябре 2016 года будет отмечать свой 80-летний юбилей. По словам художественного руководителя ансамбля, заслуженного артиста республики Адыгеи Кубани Аслана Худжаева, свой юбилейный гастрольный тур они начали именно с Абхазии. Мы свой тур начали с Абхазии, не просто так, и знаете, с каким трепетом мы сюда ехали. И для меня лично это было принципиально. Во-первых, я здесь работал в ансамбле «Кавказ», когда Кавказ создавался, и мой папа работал в Кавказе политмейстером. Поэтому для меня это особенно трепетно, так скажем, было. И я хотел, чтобы Нальмес гастролировал именно по Абхазии. В первом отделении Нальмес исполнил семь танцев. Среди них адыгский народный танец Исламей, танец адыгской диаспоры Батурай, хореографические композиции. Оркестровая группа ансамбля исполнила папури из народных мелодий. Отточенные движения рук и ног, грациозность и изящество солирующих пар, доведенные до совершенства танцы, вызывали бурю эмоций. И как награда – нескончаемые аплодисменты зрителей. Во время антракта своими впечатлениями поделилась народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Адыгеи Майя Гизмава. Сидя в зале, даже самому хочется встать и начать танцевать. Обычно танцоры, когда танцевальную мелодию слышат, у них всегда жилы, говорят, танцуют. То же самое так же со мной. Я знаю их, я люблю их, их искусство, их народ. В Абхазии живут не только зрители, которые любят Нальмес, здесь живут коллеги. Все, кто сегодня приходил, вспоминали концерты, которые у Нальмеса были 10 лет тому назад, 20-30. И когда ты их слушаешь, ты понимаешь, что ансамбль перед тем, как сегодня удивить и поразить зрителя, у него очень долгая, интересная история самого ансамбля. Во втором отделении зрителей ждал сюрприз. Состоялась премьера нового номера «Абхазский молодежный танец». Виртуозная игра группы даулистов ансамбля Нальмес приковывала вниманием. Столист танца с кинжалами своим мастерством бесспорно вызывал зависть у мужской половины зала. Потрясающее зрелище представлял собой танец с черными бурками. За джигитами через долю секунды появлялись горянки в белоснежных девичьих костюмах. Вы первые, ко мне мы поехали со своим юбилейным годом. Спасибо вам всем большое. Вот сейчас чувствуется, что фраза «кровь не вода», вот она сейчас в действии реальная. Жители городов и районов республики могут воочию увидеть красоту адресских танцев в завораживающем исполнении танцоров Нальмес, поскольку в ближайшие дни концерты танцевального ансамбля состоятся в Чемчире, Гудауте, Тупорчале и в поселке Мачара Гульриджского района. Амра Амич, Басаидайба, Абхазская телевизия. В четверг 7 апреля в 11 часов в конференц-зале Кабинета министров состоится годичное отчетное собрание Академии наук Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова